Моргенштерн и Дилара официально расстались. Саша посвятил свою новую песню отношениям с Валей. Диана и Фогель стали родителями, Крамбэйби озвучила новое аниме, а Карина Кросс вновь успела поругаться с Аленой Водонаевой. Всем привет, это канал ЛогБлогер и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! В прошлом выпуске я с надеждой рассказывал, что новый трек Моргенштерна, где поётся о якобы расставании с Диларой, это лишь пиар-ход и ничего более. Но буквально через пару минут после выхода ролика мне написали представители команды Алишера и подтвердили, что ребята расстались. Об этом рэпер как раз хотел объявить новой песней, но в сеть она попала раньше, чем планировалась, поэтому скрывать уже не было смысла. Причины такого поступка буквально через 7 месяцев после свадьбы непонятны, но в песне Морген несколько раз извиняется перед своей женой, какой он плохой. Возможно, что со стороны парня произошла очередная измена, что не позволило сохранить им дальнейшие отношения. Диларе уже прилетает куча вопросов, что произошло и действительно ли это правда, но прямого ответа она так и не дала. При этом девушка подтвердила, что полгода в Дубае были тяжёлым периодом. Самый трудный период всё время жизни в Дубае. Звучит, конечно, как-то назажравшимся, но я сейчас предельно честна. Только после дня рождения начала приходить себя и сейчас, как я считаю, полностью восстановилась. Карине Кросс тоже захотелось оставить какую-то частичку на память о проекте «Звёзды в Африке». Но бить тату, как Аня Покров, ей показалось слишком, учитывая, что она была там буквально два дня. Поэтому в своём стиле Карина завела двух домашних крыс, одну из которых назвала Водонаева, а другую Рудова. Все вы знаете, что я была на проекте «Звёзды в Африке». Я решила приобрести в память о проекте двух домашних животных. Назвала Водонаева одну, а вторую Рудова. Девки классные, но дерутся из-за еды. Тетя, какая девочка сладкая. Ой, 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 ой. Подружки, смотри, подружки. Подружились сразу же. Коцарапается. Водонаева на меня только что пописала. Это, как вы поняли, отсылка к конфликту с этими девушками на проекте, из-за которого Карина и вылетела. Наташа пока что никак не комментировала поступок блогерши, а вот Алена написала в телеграме. «Карина, спасибо. Приятно. Хорошенькие. Я, если бульдога заведу, тоже назову в твою честь. Кросс». На этом звезда не остановилась и написала ещё большой пост, в котором раскрыла, как всё было на самом деле за кадром во время съёмок. «Лучше сыть интриганами и злодеями в глазах некоторых наивных зрителей, обсуждая всё в открытую перед камерами. Чем реально быть крысами, договаривающимся в общем чате, когда выдают телефоны или отключаются микрофоны», – добавила к своему ответу Алена. Спустя 4 месяца после расставания с невестой Юлией Абояшей, Миша Ретвин обрёл новую вторую половинку. Около месяца он провёл в Дубае в компании модель Адель Вейгель, это та самая девушка, которая участвовала в шоу «Холостяк» с Тимоти и дошла до полуфинала. Не было понятно, дружба между ними или что-то большее, либо просто общение из одной компании. Но вчера ребята опубликовали вот такую фотографию, которая явно больше похожа на романтическую. А в комментариях в аккаунте Адель появился Миша и в шутку написал «Рад за вас». Интересные подробности появились по поводу возможной блокировки Ютуба. Вчера Росткомнадзор из-за многочисленных нарушений цензуры запретил компании Google, которая владеет видеосервисом рекламировать свои продукты в России. Непонятно же то, что это уже сотое, наверное, предупреждение в адрес площадки, после которого Ютубом можно продолжать пользоваться. Хотя тот же Инстаграм запретили на территории России со второй попытки. Блогер Николай Соболев выдвинул теорию, что в правительстве есть какой-то весомый человек, который сильно против блокировки. Возможно, он владеет проектами, которые выходят там и не хочет всё это потерять. Но при этом всё находится на волоске и если руководство прекратит сотрудничать, придётся с блокировкой смириться. К Ютубу есть также претензии со стороны Лиги безопасности интернета и лично её руководителя Екатерина Мизулиной. У девушки много давних конфликтов с Моргенштерном, а от сервиса снова начали требовать удалить клип «Розовое вино 2», который так давно удалён по требованию суда. Ну, чтобы вы поняли, полиция требует от Гугла удалить клип, которого нет. Проект PvP-арена набирает обороты. Вчера вышла запись боёв между участницами разных сезонов шоу «Пацанки». Не буду рассказывать про победителей и что они там выясняли. Интересен же был один вопрос из зала, кого бы девочки ещё хотели вызвать на бой, кому у них есть реальные претензии. В этот момент решила выступить участница пятого сезона Белла Кузнецова. По её мнению, Катя Голошева очень некрасиво поступила с Кариной Аракелян, поэтому ей хочется лично прояснить несколько вопросов. И мне просто интересно. Я понимаю, что у нас тоже разная весовая категория, но всё-таки к ней у меня больше не будет не спортивный интерес, а я хочу ответить за Карину Аракелян, которая в целом не может за себя постоять, кроме как поговорить с человеком. На такой бой было бы интересно посмотреть, причём с первого взгляда непонятно, кто сильнее, Белла или Катя. Я лично надеюсь, что Голошева согласится, а мы получим крутую вывеску и очередное громкое шоу. Диана и Фугеля рассказали ту самую важную новость, на которой они долго решались. Пара стала родителями, но пока что маленького щеночка породы Мальтийская Болонка. Име этого белого комочка Скрипи ему пока что два с половиной месяца. Инициатором же покупки была Диана, так как она скучает по своей собаке из Воронежа, но забрать её девушке бы точно не дали. Возможно вы помните, что Карина Крамбэйби ещё в прошлом году выкладывала тикток, где занималась озвучкой какого-то мультика. Ей наконец-то можно рассказать, что она стала голосом главной героини в новом аниме «Красавица и дракон». Трейлер действительно цепляет всё в традициях этого жанра. Аниме с Кариной можно будет посмотреть даже в киношке, премьера должна состояться 14 апреля. Трек, который два дня назад записывал Саша Стоун, как ни удивительно посвящён их отношениям с Валей. Парень поделился небольшим отрывком, в котором на бэке слышен голос какой-то девушки. Подписчики предполагают, что с ним записалась бандитка и возможно это будет фит. Ребята ещё поделились милым видео, как они собирались на свой первый выход в качестве пары на какое-то мероприятие. Вот вы просто сравните, как завтра будет выглядеть она и как буду выглядеть я. Такое ощущение, что она меня просто на улице взяла такая, ты идёшь со мной на мероприятие. Вот так считается, Валя. Вот теперь этот пиджак. Вот, кстати, как в итоге выглядела Валя, а Саша же предпочёл переодеться в то, что будет подходить ему больше. Они вместе отправились на презентацию обновлённой площадки Рутуб, где было ещё куча других блогеров. Но больше внимания журналисты уделяли именно их паре из-за сложившегося ажиотажа. Валю также вызвали на сцену, так как она стала амбассадором этой площадки. Такой же статус теперь есть и у Юли Гаврилиной. Девочки в момент объявления даже чмокнулись, чем подтвердили, что у них нет никакого конфликта и они продолжают общаться, как и раньше. По поводу же Рутуба, который в случае блокировки должен заменить Ютуб, у креаторов много вопросов. Само представление выглядело помпезно, красиво, но площадка очень сырая, много недоработок. Чтобы вы понимали, я заливаю туда ролики в 9 часов утра по Москве, но проверка занимает 8 часов. Да и с просмотрами пока всё очень плохо, так как туда вообще никто не заходит. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok